Так появилась вселенная. Но является ли это истиной? Конечно. Только так зародилась именно наша вселенная и её параллельные версии. Но речь пойдет о другой вселенной, созданной первозданным существом, которое сотворило мультивселенную, именуемую Бионикл. Бионикл. Последняя звезда. Сезон первый. Восход. Ну? А? Сколько мне ждать, пока ты разомнешься? Или ты боишься проиграть? Чего? Чтобы я добоялся чего-то? Всё, я готов. Ну да, ничего не боишься, конечно. Бей сильнее, а то как-то уж не стараешься. Да я... А, блин. Хорошо, буду посильнее. А! Я просто не выспался сегодня, вот и не смог собраться силами. Ты просто больше мечтаешь о своих победах, чем готовишься к ним. Снова тренируетесь? Зачем так резко? А ты испугалась? Пффф! А что, не видно, что мы делаем? Ой, кто вас знает, что вы там наедине можете делать? Эй, ты чего мелишь? Сейчас наказана будешь. Ээээ... О чём она? Ничего. Не для твоего крохи мозга. Да обычный у меня мозг! С чего ты вообще взяла этот бред? Как тренировка, молодёжь? О! Зелёный старик! Как ты, блин, обращаешься? Здравствуйте. Да пусть, как хочет. У меня нет границ для возрастов, поэтому можете даже как друга обращаться. Хорошо. Вы что-то хотели? Да. Поговорить с вами нужно. Садитесь. Я постою. Так полезнее. В твоём случае бесполезнее. А мне тоже остаться? Или это снова только для взрослых? Конечно. Ты тоже нужна. Ура! Что ж, Геача Эльфока, вам уже восемнадцать, а значит, ваши силы сформировались полностью. Силы? Не перебивай. Упс. Извиняюсь. Так вот. Вы достигли возраста, когда сможете научиться контролировать силы своих масок. Ну и самое важное, главный секрет, который я вынужден был таить от вас. Вы Тоа, великие воины из пророчества. Что? Да. Геача, то льда. Эльфока, то огня. Аква, то воды. В пророчестве вы спасёте эту вселенную от уничтожения. Ого! Я герой, спасающий вселенную? Вау! Мы? Но как? Что? Я тоже? Но я же маленькая ещё. Сейчас поясню. Наша звезда, Фонте, источник всей жизни, не только на нашей планете, но и вселенной. Как это возможно? Я сам не понимаю этого. Так вот, если нарушить её существование, то всему придёт конец. Этим и грозит пророчество. Великое зло проберётся из других вселенных в нашу и возжелает поглотить всё, вергнуть в тюму. А она попытается поглотить энергию звезды при помощи артефактов, которые создаст, а для нашего времени уже создал, великий изобретатель. Боги спрятали артефакты по всей планете, а когда уходили, оставили послание о их местоположении, которое сможет разгадать самый мудрый Тоа. Вот тут и появляются упоминания Тоа. Великих воинах, дающих нам надежду. Шесть биоников, которые обладают великими духами вселенной. Лёд, огонь, кристалл, вода, воздух, кислота. Вместе они смогут победить зло и спасти вселенную. Однажды уже появлялись Тоа, но после победы над ложным злом объединились в великий дух, который по праву может считаться седьмым Тоа. Когда двум главным Тоа исполнится восемнадцать лет, наступит время, когда зло прибудет в наш мир и начнется битва. У меня даже голова разболелась от всего этого. Невероятно. А кто написал пророчество? Оно же не могло просто так появиться. Это пророчество было написано богом-провидцем. Он написал его, чтобы спасти будущее. Ааа, ясно. Ура! Мы спасем вселенную и станем героями! Не спеши. Тебе нужно многому обучиться, прежде чем лезть в битву со злом. Я готов! Что нужно делать? Нужно найти всех Тоа, подобрать вам ваше оружие и научиться контролю сил масок и духов Тоа. Ох, чё-то многовато. Но я готов. Три Тоа здесь. Нужно найти ещё троих. А, ну ещё... Великий дух! Да-да-да-да-да-да-да-да! Я очень хочу с ним встретиться! Я его фанат! Ха-ха, любопытно. Аква, а ты что молчишь? Победить зло? Но я ещё мала. Если оно способно поглотить звезду, то что смогу я? Тем более я же не смогу контролировать маску. Не переживай. Мы с этим разберёмся. Я придумаю, как решить этот вопрос. Так, где же нам взять то самооружие? Хе-хе. Я позаботился об этом ещё давно. Прям-то я уже подложил его ещё в их детстве. А ваш сейчас вручу. О-о-о-о-о, да! Надеюсь, у меня супер-мега-гигантский меч. Ну, или, по крайней мере, топор. Хе-хе. Вот. Э-э-э... Это что такое? Маленький зарубок и рогатка? Ого. Он такой большой. Мне нравится. Спасибо, мастер. Ого, они такие тонкие и лёгкие. Почему у Гиача такое крутое, а у меня это? Цени то, что есть. Да и эти оружия сделаны по чертежам великого изобретателя Ингранаджо. Специально под каждого Туа. Просто нужно раскрыть их потенциал. Теперь нам нужно научиться силе Туа и масок? Да. Я дам вам основные знания, чтобы далее вы сами смогли раскрыть себя на максимум. Покажите, на что вы способны без оружия. Нападайте. Ясно. Сначала вы должны больше натренировать своё тело. Главное тело, а не доспехи на нём, Эльфока. Да. Но доспехи увеличивают защиту. То есть ты намерен всё время лишь получать удары? Ээээ... Я... Ну нет. Тогда тренируй силу. Тебе же, Гиача, нужно тренировать выносливость и ловкость. Хорошо. Поняла. Теперь насчёт масок. Чтобы научиться использовать силу масок, вы должны очистить свой разум от лишних мыслей. Концентрируйтесь только на маске. И когда полностью получите контроль, она проявит себя. Ну, для Эльфока это легче лёгкого. Он никогда не думает о чём-либо. Эй! Я всегда думаю! Ну да. О том, как ты круче всех. Просто потому, что потому. Да за что вы так со мной? Эхэм. Теперь про дух то. Тут уже нужно очистить душу. Контролировать тело. Думать о своей природе. Слиться с ней. Хмм. Очистить разум. Ах! Получилось! Я вижу по-другому. Я тоже попробую. Так, спокойно. Ни о чём не думать. А это как? Так-так-так. Ни о чём не думать. Не выходит! Ничего. Теперь дух. Легко. Контроль тела. Думать о природе. Очистить душу. Эмм. Не выходит. А! Огонь! Я смог! Чёрт! А-а-а! Слишком много! Я не могу контролировать! Спокойно. Успокойся. Не могу! Сосредоточься. Ай, к чёрту! Ладно. На сегодня хватит. Эмм. Мастер? Да? Я не смогла использовать дух. Эмм. Но почему? Хмм. Ну, телом ты владеешь. Разумом тоже. А вот душа... Чтобы очистить её, ты должна быть правдива перед собой. Не таить ничего. Эмм. А-а-а. Ясно. А ты ведь таишь. Что? Я? Ага. Ладно. Спасибо за совет. Я сама. До завтра, мастер. До завтра. Как же мне управлять огнём? Попробуй для начала конструировать пламя в мече. Ммм. Точно. А-а-а. Спасибо вам. Спокойной ночи. И тебе. Они такие ещё юные. Зачем же так с ними поступать? Очередной мир. Очередные герои. Очередное зло. Надеюсь, хоть тут не будет много жертв. И всё будет хорошо. Я должен помочь им. Спасти, если нужно. Эх. Будь ты здесь. Что бы ты сделал, мой дорогой? С завтрашнего дня я наконец-таки встану на путь героя и уничтожу зло. Моя мечта сбывается. Вот бы мои родители видели это. Ладно. Пора спать. Серия первая. Начало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова